На календаре понедельник, 27 февраля, и сегодня мы говорим о силе воли и слабостях. Как вы воспитываете себе как раз таки эту силу воли? Звоните и рассказывайте в прямом эфире. А сегодня начинаются Великий пост, и это как раз тоже повод поговорить о том, как вы воспитываете себе силу воли. Ведь пост это ограничение, и кому нужно сидеть на диетах, кому нельзя, кому необходимо, об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это секретарь Челябинской епархии, отец Игорь Шестаков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот поститься это не просто же сидеть на строгой диете, да, вот мы все привыкли. А что еще, что себя включает в пост? Пост включает в себя прежде всего молитву. И богослужения особого характера будут происходить из сегодняшнего дня. До конца Великого поста в храмах. Пост это совершенно особый, особый строй богослужений во время церковного года. Этим именно он и ценен. Скажите, пожалуйста, молиться можно и дома, или необходимо ходить в храм? Вы знаете, вот пост как раз призывает людей на храмовую молитву. Потому что некоторые моменты, вот, например, чтение Великого покаянного канона Андрея Критского, да, богослужения, которые все-таки предполагают ваше непосредственное участие именно в храме. Но все-таки вот многие считают, что будут соблюдать пост, похудеют. А что еще, что это верующим дает? Ну, похудеть, ладно, допустим, кто-то сможет, кто-то нет. Ну, я надеюсь, вообще, за пост всегда. Вы знаете, это дает очень много. Прежде всего, пост, ведь это школа покаяния. Это время, когда мы должны отрешиться не только от непостной пищи, но и от всего того, что исходит из нашей глубины и нас, скажем так, оскверняет, да не делает нас лучше. То есть это и помыслы, это раздражение, это злость и так далее, и так далее. Ну, скажите, пожалуйста, вот церковь считает, что каждый верующий человек, ну, каждый крещеный, скажем так, человек должен соблюдать пост. А вот если не крещеный, нельзя соблюдать пост? Увы, не каждый крещеный человек соблюдает пост. Я вам хочу сказать, и даже не каждый верующий, порой во всей полноте, может его соблюсти, поскольку есть и телесные немощи, и болезни, и недуги. Вот что же касается для человека, желающего совершить. Но никто не запрещает. Только получается, что ведь главное это, во главу-то угла стоит духовная польза. Раньше, кстати, прежде чем человека привести к окрещению, вначале проводили его через процедуру поста. Это было в древней церкви, и таким образом человек мог испытать себя, насколько он готов по-настоящему вступить в церковь. А потом принял веру. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а вот пост как-то видоизменился с тех времен, когда он зародился? Что-то изменилось в продуктах питания, рационе, или все так же? Я думаю, что рацион, конечно, остался неизменным. Другое дело, что трансформацию очень сильно претерпевает и великопостное богослужение. Потому что если мы возьмем времена древней церкви, да, и сегодняшний 21 век, то, безусловно, связь времен присутствует. Но мы сегодня говорим о том, что мы уделяем именно храмовой, общественной молитве значительно, на мой взгляд, меньше времени, чем это было у древних. Но согласимся, что мы и живем в совершенно других условиях. А можно ли частично соблюдать пост? Вот нам звонила телезрительница, она через день. Я не соблюдаю, я не соблюдаю. Вы знаете, есть люди, которые, не отличаясь здоровьем, не могут поститься все, все семь недель. И поэтому они, допустим, да, говорят, вот знаете, мы бы первую неделю и последнюю неделю. Но ведь хочу сказать, что даже это уже деяние, да. Мы сегодня относимся, ну, в пост нельзя подходить нечеловеколюбиво и немилосердно к человеку. Нельзя требовать от него того, чего он изначально не может исполнить. Согласитесь, это будет неправильно. Расскажите, пожалуйста, а вот кроме здоровья, если у тебя слабое здоровье, тебе можно не поститься или поститься частично? Как еще, ну, какие еще поводы могут быть к тому, чтобы не поститься? Ну, конечно, ограничение поста прежде всего для тех, кто беременен, да. То есть беременные женщины совершенно освобождаются от поста ради сохранения потомства. Ослабление поста на тех, кто несет трудную, тяжелую службу, в том числе армейскую службу, кто тяжело работает. В общем, категорий достаточно много. Но, вы знаете, и во всех этих категориях, ну, исключая, конечно, мамочек будущих, да, потому что мы им строго-настрого все-таки говорим о том, что здоровье ребенка превыше всего. Среди военнослужащих и среди тех, кто трудно, так сказать, тяжело работает, я встречал немало людей, которые с готовностью и охотой постились. И армия идет навстречу, да? Да, конечно. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях был секретарь Челябинской епархии, отец Игорь Шестаков. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, а вот в чем точно себя не стоит ограничивать в пост, так это в креативных идеях. Каких именно, давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok